Итак, в этом видео по фарикатам КАЕ мы посчитаем деревянное стропило. И поскольку дерево является анизотропным материалом, заодно узнаем, как его свойства задаются в калькуликс. Итак, на том, что такое стропило, я думаю, останавливаться нет нужды, поэтому сразу перейдем к анизотропному материалу. Анизотропия – различие свойств среды в различных направлениях внутри среды. В частном случае анизотропии – артотропия, неоднородная свойств среды во взаимных перпендикулярных направлениях. Самый распространенный артотропный материал – дерево, различные свойства вдоль и поперек волокон. Упругие свойства материала описываются при помощи тензора упругости или тензора жесткости, связи усилий, вызывающих деформации, с напряжениями, возникающими в процессе деформирования. Когда жесткость зависит от пространственного направления, в котором возникает деформация, тензор упругости указывает на анизотропность. Тензор упругости состоит из 21 независимого значения, однако число этих значений уменьшается по мере проявления симметрии в поведении материала. По структуре кристаллической решетки анизотропный материал может быть триклинным. У него 21 независимый коэффициент и полное отсутствие симметрии. К ним относятся такие минералы, как тарг и белый полевой шпат. У моноклинового материала 13 независимых коэффициентов и симметрия относительно плоскости xy. К нему относятся минерал гипс. Ортотропный материал имеет 9 независимых коэффициентов и симметрию для всех трех ортогональных плоскостей. К нему относятся всевозможные армированные волокном композиты и древесина. Поперечный анизотропный материал 5 независимых коэффициентов, симметрия для трех ортогональных плоскостей и поворот вокруг оси z. Характерный представитель круглые бревна. Для кубической кристаллической решетки характерны 3 независимых коэффициента, симметрия для всех трех ортогональных плоскостей и 3 поворота вокруг всех трех осей. Характерные представители металлы, такие как алюминий и железо. Когда поведение кристаллической решетки становится одинаковым во всех направлениях, материал превращается в изотропный. Такое как стекло, полимеры, бетоны. В Африкат при генерации файла из задач Акаркуликс материал по умолчанию изотропный, упругие свойства которого задаются при помощи модуля деформации и коэффициента пуассона. Также изотропность материала можно подчеркнуть, добавить к секции эластик тип равно изо. И точно также задать модуль деформации и коэффициент пуассона. Если расчет связан с изменением температуры, то к упругим характеристикам можно добавить значение температуры и повторить строку столько, сколько необходимо раз, меняя температуру и зависящие от нее упругие свойства. Для создания анизотропного материала к эластик добавляется тип аниза. Далее в три строки пишется 21 значение тензора упругости и температура, при которой проявляются данные упругие свойства. Этот набор также можно повторять несколько раз для учета изменения упругих свойств в зависимости от температуры. Отыскать 21 значение тензора упругости, да еще и для различных температур, задача не из простых. Поэтому хорошо, что большинство в строительных материалах ортотропные. Отропные свойства задаются путем добавления к эластик типа орто. Далее в две строки записываются 9 значений тензора упругости и температуры. В этом случае значение тензоров можно вычислить при помощи постоянных ламе, которые в свою очередь рассчитываются по соответствующим формулам. Для этого нам нужно знать только модуль деформации и коэффициент по ассонным материалам. И как уже говорилось ранее, эти тензоры также можно связать с изменением температуры. Это все тоже достаточно трудоемко. Хорошо, что в калькуликс есть второй более простой способ учесть ортотропию, а именно инженерные константы. Как видим, инженерные константы задаются путем добавления к эластик типа инженерные константы. Далее в две строки для направлений по x, y, z пишем модули деформации, коэффициенты по ассона, модули сдвига и температуру. Так же как в ортотропии и анизотропии, упругие характеристики в инженерных константах можно сделать переменными в зависимости от температуры. Как вы уже наверное догадались, поскольку инженерные константы без проблем можно взять в сортаментах материалов, именно их мы будем использовать при расчете стропила. Теперь мы наконец-то можем вернуться в Африкат. Вот наша 3D модель. Перед тем как задать ортогональные свойства материала, нужно определиться с направлением оси локальной системы координат. Она у нас будет прямоугольной. Для ее ориентирования нужно задать две точки А и В. А укажет направление локальной оси Х, а точка В – наклон локальной плоскости xy. Уклон стропила у нас на 20 градусов. Проще всего повернуть локальную ось Х на 20 градусов по отношению глобальной. Таким образом вдоль оси Х у нас будут упругие характеристики вдоль волокон, а вдоль yz упругие характеристики поперек волокон. Теперь можем переходить в Ankaia. Создаем контейнер с расчетом. Минируем сетку конечных элементов. Материал можно добавить любой, но все равно его будем править в файле задачи. Но все же пусть будет дерево. Направим закрепление. Ниже опоры. Одна у нас будет шарнирно-неподвижная, другая шарнирно-подвижная. Добавим нагрузку. Помним, что в Calculix нет равномерно распределенной нагрузки. Есть некая сила, которая равномерно распределяется по площади объекта, к которому она прикладывается. Поэтому в поле с нагрузкой нужно ввести равнодействующие распределенные нагрузки. Добавим собственный вес. Все готово к расчету. Идем в Calculix. Нажимаем записать файл задачи. Далее отредактировать файл задачи. Далее ищем строку с материала. Как видим, по умолчанию материал изотропный, превратим его в ортотропный. Для этого к строке Elastic добавим тип инженерные константы. Далее, согласно инструкции, пишем 3 модуля деформации по x, y, z, 3 коэффициента по асона, модуль сдвига по x, y, модуль сдвига по z и температуру. Помним, что модуль деформации вдоль x у нас будет вдоль волокон. Теперь добавляем систему координат. Не забываем сообщить Calculix, что мы хотим получить результаты в локальной системе координат. Сохраняем изменения и запускаем расчет. Смотрим результаты. Переключим шкалу в трехцветный режим, чтобы лучше различать, где положительные значения, где отрицательные значения и где ноль. С перемещениями или, проще говоря, прогибами. Все просто. Они должны отвечать визуально-эстетическим и технологическим требованиям. То есть не должны быть сильно заметными и не мешать, скажем, открываться дверям. С напряжениями иначе. Так как обозначения в конечноэлементных программах отличаются от того, что мы привыкли видеть в учебниках по сопротивлению материалов. Поэтому заглянем сначала в шпаргалку. Проще говоря, напряжения с двойными буквами XXYYZZ обозначаются как нормальные, а остальные XYYZXZ как сдвиговые. В этом расчете нас будут интересовать изгибные напряжения, которые представлены нормальными напряжениями вдоль стропила по локальной оси Х. То есть XX. И сдвиговые напряжения от действия поперечной силы XZ. Так как по ним мы будем оценить сопротивление скалывания вдоль волокон. Теперь выведем напряжение по XX. Тут относительно просто. Для данной схемы максимальные напряжения будут в середине пролета. Может быть небольшая асимметрия между значениями в растянутой и сжатой зоне. Так как под наклоном балка начинает работать по сжатой и изогнутой схеме. Эти напряжения должны быть меньше или равны сопротивлению травесин при изгибе. Теперь смотрим напряжение по XZ. Для данной схемы, если система координат сориентирована верно, напряжения должны увеличиваться согласно пюре поперечных сил. От середины пролета к опорам. Эти напряжения должны быть меньше или равны сопротивлению древесины скалыванию. Ну а реакция опор смотрим в файле DATA. Теперь проверим устойчивость балки. Тоже с учетом ортотропии. Настройка Calculix на вкладке DATA. Ставим желаемое количество форм потери устойчивости. Идем в Calculix. Выбираем Buckling. Нажимаем записать файл задачи. Далее отредактировать файл задачи. Находим строку Elastic. Добавляем тип инженерной константы. И в следующей строке свойства материала для трех направлений. Проверку устойчивости будем выполнять в глобальной системе координат, поэтому в этот раз локальную добавлять не будем. Сохраняем изменения и запускаем расчет. Результаты проверки устойчивости записываются в файл DATA. Виде коэффициентов устойчивости. Если коэффициент больше единицы – балка устойчива. Если меньше – балка неустойчива. Как видим, для трех форм потери устойчивости наша балка устойчива. Посмотрим форму потери устойчивости с наименьшим коэффициентом. Именно к ней будет наиболее чувствительна наша стропила. Очевидно, это будет выход из плоскости сжатого волокна. Что наиболее характерно для большинства изгибаемых элементов. На этом все. Дякую за увагу. Субтитры создавал DimaTorzok